Разработка военно-транспортного самолета Ан-70 началась в последние годы существования Советского Союза. При его постройке использовали уникальные технологические решения и этот транспортник вполне мог открыть новую главу в истории развития авиатехники. Ожидалось, что 70-й станет основным грузовиком ВВС России и Украины, разрабатывался ряд модификаций, в том числе и пассажирская. Но с момента начала создания прошло более 30 лет, а ВОЗ, по словам классика, и ныне там. В первоначальном виде этот самолет производиться не будет, а будущее доработанных вариантов Ан-70 неопределенно. В 1976 году ВВС СССР пришли к выводу о том, что нуждается в новом транспортном самолете. При этом, однако, не очень четко представляли, в каком именно. Сформулировать технические требования к новому воздушному грузовику удалось только в 1986 году. Проектировать и строить самолет предстояло конструкторскому бюро имени Олега Антонова, пожалуй, крупнейшим советским специалистам по машинам такого типа. К 1991 году опытный образец уже находился в постройке. А затем Советский Союз развалился, и КБ Антонова осталось на территории независимой Украины. Но будущее Ан-70, однако, в те годы туманным не представлялось. Связи между бывшими советскими республиками были еще крепкими, и в 1993 году удалось подписать соглашение о продолжении совместных испытаний и совместном же запуске в производство. Первый полет 70-го состоялся в конце 1994 года. Самолет Ан-70 представляет собой четырехмоторный высокоплан классической для грузовых машин компоновки. Большую часть фюзеляжа занимает грузовая кабина большого объема, доступ в которую обеспечивается через хвостовую рампу. В носовой части – высокорасположенная кабина пилотов. Уникальность 70-го в двигателях. Для него были разработаны винтовентиляторные моторы D27. От традиционных турбинно-винтовых двигателей винтовентиляторные отличаются использованием многолопастных винтов со стреловидными лопастями. На D27 использованы двухступенчатые винтовентиляторы модели SV27. Сами двигатели имеют компрессор с пятью ступенями низкого давления, тремя высокого и шестиступенчатую турбину, у которой четыре ступени используются для привода винтовентиляторов. Система управления двигателями цифровая, автоматизированная. Такая силовая установка с одной стороны обеспечила Ан-2070 высокую экономичность, а с другой – мощные струи воздуха от соосных винтовентиляторов, набегая на крыло, создавали дополнительную подъемную силу. Система управления полетом электродистанционная. Также предусмотрена вспомогательная силовая установка. За время испытаний первого опытного Ан-70 предполагалось завершить и подготовку к серийному производству. Таким образом, выпуск новых самолетов должен был начаться к 1998 году. Однако уже в четвертом полете прототип столкнулся с самолетом сопровождения. Экипаж и машина погибли. Сроки были сорваны, второй прототип построили к концу 1996 года, а в 1997 году испытания все-таки начались. В этот период будущее проекта казалось благополучным. В ходе тестов Ан-70 ставил национальные и мировые рекорды, первые лица страны уверяли, что обязательно примут новую машину на вооружение. Но в 2001 году в Омске на взлете отказал двигатель. Самолет, который удалось посадить, получил тяжелые повреждения, но, к счастью, погибших не было. Несмотря на разлом фюзеляжа, аварийный самолет удалось восстановить, причем там же в Омске. Испытание удалось завершить. Но в 2005 году Украина фактически перестала финансировать проект, а в 2006 из него официально вышла и Россия. Это при том, что оставалось только наладить серийный выпуск. В 2010 году история вышла на новый виток. Производитель заявил, что ВВС Украины все же заказала два самолета, а российские военные вновь начали обсуждать возможность закупки украинского транспортника. В 2012 году начались государственные испытания модернизированного самолета Ан-70. На нем заменили вспомогательную силовую установку, установили новые приборы, перепроектировали винтоветиляторы. Но в 2014 году, в том же месяце, когда завершили испытания, Украина разорвала партнерские связи с Россией. Для проекта это было страшным ударом. Большинство комплектующих 70-го производились именно в России, и главными из них были винтоветиляторы СВ-27. Без них у производителя не было возможности даже достроить два заложенных экземпляра. Ну а украинским военным передали единственный летающий Ан-70, второй из опытных. Для использования в гражданской авиации предполагалось освоить в производстве транспорт Ан-70Т и грузопассажирский Ан-70ТК. Существовал проект и двухмоторного Ан-70-100. Этот вариант за счет некоторого снижения грузоподъемности должен был иметь очень высокую топливную эффективность. Ни один из этих вариантов металли реализовать не удалось. После разрыва партнерства была разработана модификация Ан-77. На него планировалось установить четыре реактивных двигателя CFM-56, однако продемонстрирован публике был несколько иной самолет, о чем расскажем ниже. Самолет Ан-70 можно сравнить с позднейшей модификацией его российского конкурента Ил-76. Напомним, что именно в его пользу Россия сделала выбор в 2006 году. Заметим, что Ил-76 машина крупнее и тяжелее, чем 70-й, к тому же, превосходя Ан-70 по скорости, он имеет меньшую дальность. Airbus A400M Atlas, близкий к 70-му по массогабаритным параметрам, имеет меньшую грузоподъемность и менее совершенные двигатели. Что же касается такого самолета, как, например, американский Геркулес, то он даже в удлиненной модификации имеет меньшие габариты грузовой кабины и массу полезной нагрузки. Можно заключить, что если бы Ан-70 удалось своевременно запустить в серию, то он мог бы пользоваться успехом на внешних рынках. Компании Антонов утверждалось, что Ан-70 будет реконструирован с использованием западных узлов. В 2017 году даже стало известно название новой модификации – Ан-77. Винтовентиляторные моторы предполагалось заменить на турбореактивные установки. Однако в 2018 году на Авиашову в Турции был представлен самолет, внешне почти не отличающийся от оригинального Ан-70. Это дало повод для подозрений, что в Киеве просто удалось завершить сборку одного из заложенных ранее образцов. На этом пока все еще больше интересных фактов мы постараемся предложить вашему вниманию в наших следующих выпусках.